Ребят, всем привет! Меня зовут Наталья Алюмина. Привет-привет! Как слышно? Я хочу показать вам подробный пошаговый урок работы в технике хлюида, в технике жидкий акрил. Хочу, чтобы мы сейчас вместе пошагово прошли поэтапно, как работать с акрилом. Потому что это легко, потому что это не надо академических знаний каких-то и сидеть за партой, заканчивать художественную школу. Это не надо знать даже цветовой круг и переходы, совмещения цветов. Там мешается все по желанию, по настроению, как угодно. Это весело, это легко. Главное понимать состав, главное понимать на каких основах работать. И это безопасно. С детьми это вообще самый идеальный вариант работы. Для беременных это очень комфортная и очень легкая техника. Если вы хотите отвлечь мысли, если вы хотите попробовать даже ту же эпоксидную смолу, эффект очень схож. Но максимально бюджетный, максимально безопасный и максимально несложный и не затратный. Итак, что нам нужно? Во-первых, начните с себя. Нужно защитить себя. Вообще, лучше, конечно, одеть старенькое. Акрил отстирывается, но чтобы не проверять, лучше либо одеть одноразовую фарту, которую я купила. В смоляных отделах тоже он есть, но я купила в парикмахерском отделе для покраски клиентов. Так что берите на вооружение. Причем 150 штук 270 рублей стоили когда-то. Не знаю, конечно, как сейчас с повышением цен. Нам нужны перчатки одноразовые. Причем, смотрите, в работе можно использовать силиконовые перчатки и сверху еще одевать дешевые полиэтиленовые перчатки, чтобы вам не менять силиконовые. Полиэтиленовые сняли, там, по-моему, 2 рубля пара стоит. Или держите влажные салфетки рядом, чтобы вытирать, чтобы не портить перчатки. Нужен ПВА-клей, либо медиум. Но сейчас я строю урок для начинающих и для тех, кто не хочет сильно затратиться, а получить результат хороший. Если вы будете работать и делать работу на заказ клиенту, то, конечно, лучше использовать профессиональный медиум. Медиум – это разбавитель. И он позволяет краске сохранять цвет, он не дает основе трескаться, он исключает погрешность, он плавно перемешивает цвета, без потери и пожелтения. Если хотите делать работу дорого, качественно, то нужно покупать профессиональный медиум. Мы сегодня пробуем, мы экспериментируем и балуемся, поэтому мы берем строительный ПВА-клей. И мы берем строительную фасадную краску. У меня много вариаций краски. Есть вот интерьерная белая. Кстати, вот эта очень плотная и укрывистая, хорошо ложится. У меня еще есть вот такая, тоже интерьерная. Но главное, смотрите, чтобы была на водной основе. Вот, на водной основе. Но, вот действительно, если увидите вот такую краску, берите такую, она очень плотная и хорошо ложится. Итак, у меня несколько вариантов акрила. Я предлагаю вам... Ну, вот этот, кстати, я купила на Алиэкспресс. По-моему, 120 рублей пузырек. А вот этот стоит 480. Уже я покупала в Белгороде в Реодарте. Поэтому, если вы заранее подготовитесь, закажите где-нибудь подешевле, потому что акрил расходник, его нужно много. И, в принципе, на качество работы он не сильно влияет. Ну, если мы говорим вот сегодня в качестве эксперимента. Я хочу использовать, как вы поняли, вот такие оттенки. Синий, бирюза, фиолетовый. Еще, смотрите, ребят, можно использовать... Ну, простите, качество бывалая такая баночка. Это колер. Колерная паста в строительном магазине продается, смешивается, колеруется интерьерная краска и красят стены. То есть она тоже отлично подходит. Но будьте внимательны, она очень сильно пигментирована. То есть нужно по чуть-чуть проверять, насколько насыщен цвет. Итак, я хочу показать вам в действии, какая краска как себя ведет. Вот есть еще художественная краска, вот такая акриловая. Ее не советую использовать для работ в флюидарте, потому что, во-первых, баночки маленькие, во-вторых, неудобно наносить. В-третьих, по плотности она, конечно, хорошая, она гораздо мягче, чем эта краска. Но чем это вам сложнее будет только в тем, что вы будете просто сильнее перемешивать. То есть лучше, конечно, выбирать краску максимально не жидкую, а, знаете, по текстуре, как шампунь. Вот такая должна быть. Даже, наверное, чуть-чуть жиже. То есть вот эта краска уже как гель для душа, вот, даже, наверное, как застывший мед. Особенно вот такая вот акриловая, вот эту вот лучше вообще в пузырьки не берите, потому что она очень-очень плотная. Но я показываю вам по консистенциям, хочу показать вам, как она себя будет вести, поэтому взяла по составу разные краски. Вот жидкая, это пигментная паста, вот она самая жидкая, и, наверное, она самая лучшая, вот, для этой техники подойдет. Потом нам нужны одноразовые стаканчики, у меня вот такие веселые, для художника настроения. Нам нужны одноразовые ложки, можно купить шпатели в магазине косметическом для шугаринга, или в отделе для рисования в магазинах, наверняка есть разные варианты. И нам нужна силиконовая смазка. Смотрите, силиконовая смазка – это автомобильная смазка, купила я в автомобильном магазине. Она вообще очень выручает меня не только в флюидарте. Флюидарт вообще получается благодаря ей и благодаря правильной консистенции материалов. То есть ячеек, которые эффектны в флюидарте, и за что мы полюбили флюидарт, получаются вот благодаря силиконовому маслу. Это изначально силиконовое масло. Но, к сожалению, силиконовое масло не найти на российском рынке. Ну, найти, но, наверное, сложно будет сейчас. Простой и достаточно бюджетный вариант – 149 рублей в автомобильном магазине. Силиконовая смазка, пшикаете в стаканчик, ну, забегая вперед, сейчас вот все поэтапно. Дальше. Нам нужна основа, на которой мы будем рисовать. Вот это, это прям очень крутой вариант и очень классная основа. То есть эту работу, в принципе, можно продать. Продать как поднос, если залить сюда, да, сделать ручки, и будет поднос. Продать как часы, просверлить, вставить механизм, и будут настенные часы. Это артборд. Заказала на артборде в инстаграме. Я подписана на ребят. Но вы можете для первого эксперимента взять... Так, холст грунтованный на картоне. Неплохой вариант. Причем он становится в сто раз круче и продаваемее, если его оформить на паспорту и в раму. Он приобретает просто очень солидный вид. Если вы экспериментируете, вот, можно прям подрамник картон, можно кусок фанеры, можно холст в художественных магазинах, можно на МДФ, на подрамнике тоже холст. Ну, можно оргстекло. Ну, то есть вариаций на эту тему очень много. Можно даже сэндвич-панель. Это максимально легкий материал, но только нужно его оформить в раму, потому что торцы отклеиваются, если они самостоятельно остаются голыми. Я буду работать на арборде, потому что я еще не знаю, что я хочу сделать из этого часы или просто какую-нибудь абстракцию. И когда мы зальем эту работу, там тоже есть несколько вариантов путей жизни работы. Можно перекрыть смолой, в идеале я так и хочу сделать. Можно перекрыть лаком, можно сверху нарисовать какой-то рисунок и продолжить эту тему. Ну, то есть тоже вариаций на эту тему очень много. Сейчас что мы делаем? Я сейчас хочу замешать краску и показать вам по пропорциям, как смешивается эта краска в этой технике. Итак, мальчики и девочки, немного отставлю арбор, чтобы вам было видно. Давайте я вообще уберу. Кстати, смотрите, у меня основа – это старые банки от клея и от краски. Я не выбрасываю их, сохраняю. Они у меня как платформа работают. Нам нужна вода. Воду я беру горячую для того, чтобы облегчить себе работу, чтобы акриловая краска лучше растворялась. И теперь смешиваем цвета. Так. Мне очень понравилась вот эта краска. Заказала ее на Алиэкспресс. Она очень мягкая. Она хорошо переходит в нужное мне состояние. Она хорошо смешивается и она не теряет цвет. Это вообще самое главное. Так, смотрите, я добавляю чуть-чуть воды, да. Не относитесь халатно к перемешиванию. И, кстати, вот когда добавляешь воду, кажется, что очень жидкая краска получается. Но дайте время. Сейчас ПВА-клей и цвет смешаются, и она будет гораздо плотнее, чем была в начале. Вот. Сейчас уже вот как сметана. Но мы не останавливаемся, мы перемешиваем дальше. И вот сейчас вот можно контролировать плотность добавления воды. То есть тут нужно сделать очень правильным составом ее, очень правильной плотностью. То есть вот эта густая еще сметана, да, сметана, это густо. Ячейки будут плохо переходить друг к другу. Надо как шампунь сделать ее, вот такой, чтобы она была не сильно жидкая, чтобы не растекалась. Потому что если будет сильно жидко, все ячейки ваши растекутся и будет грязь. То есть по плотности вот контролируйте это. Лучше сделать чуть плотнее, чем жиже. Плотность даст вам объем, даст вам слой, конечно, гораздо толще. Но вы хотя бы получите тот результат, который вам нужно. И не будете разочарованы работой. То есть вот здесь вот внимательно смотрите. И по стеночкам, смотрите, видите, тут комочки появляются. Вот их прям хорошо вот так вот ложкой. И я не просто легко вожу, как, знаете, чайной ложечкой перемешиваю сахар в чашке. Я прям работаю, я прям размешиваю хорошо. И вот она уже, видите, какая плотненькая. Это мы контролируем и разбавляем воду. То есть не бухайте сразу воды. Это вам может послужить злую, послужить двойной работой. То есть если сильно жидкая, то мы добавляем медиум и опять красный. И всегда проверяйте ложкой, чтобы вот она текла. Фиолетовый. И контролируйте по количеству, да. То есть для себя понимаете, какого цвета вы хотите больше. Естественно, тот цвет, который будет выступать у вас основой, его нужно больше. Промежуточные какие-то, которые там чуть-чуть с прожилками, их нужно поменьше. То есть по количеству смотрите, контролируйте сами. Поверхность тоже укрываем, да, вы поняли. У меня здесь салфетка. А лучше всего полиэтиленом. От полиэтилена вообще все хорошо оттирается, отмывается. Если несколько раз отмывать. Ну у меня такое бумажное большое полотенце. Оно хорошо впитывает, но, конечно, одноразовое. Вот сейчас мне нужен фиолетовый, но темный, такой какой-то сливовый цвет. Вот я добавляю строительного пигмента. Добавляю ПВА-клея. Здесь в строительном пигменте пропорцию можно чуть медиума увеличить. Потому что сам строительный пигмент, он гораздо жиже, чем краска. Поэтому вот с ним можно чуть больше добавить медиума или ПВА-клея. И смотрите, как я уже говорила, он очень пигментированный. Его нужно контролировать. Что такое пигментирование сильное? Вы когда будете, если плохо перемешаете его и будете выливать на основу, он может заполнить паутинкой другие цвета вам. То есть этого вам не нужно, да? Вам же нужно, ну, то есть люидар, он кайфовый тем, что он четко переходит прожилочками в друг друга цвета. Это происходит благодаря смешению в составу и благодаря силиконовой маслу, силиконовой смазке. Это я чуть позже покажу. Но вот если плохо промешан пигмент в пасте, он может вам испортить краска, знаете, наплывет на другую краску паутинкой. Ну, кому-то, может, это нравится, но я задумала по-другому, чтобы было. Поэтому хорошо-хорошо перемешивайте этот пигмент. Ну что, в принципе, все. Путито я замешала. Смотрите, ребят, еще момент. Если вы хотите заклеить свои торцы, чтобы они были чистыми или одноцветными, берите малярный скотч, заклеивайте или обратную сторону, или торцы. Я люблю, когда картина растекается по торцам, когда она продолжается, и даже когда капли остаются, мне это очень нравится. Поэтому я ничего не заклеиваю. Но есть такая опция, можете воспользоваться. Так, уровень. Обязательно, ребят, если есть у вас уровень, проверяйте, как ровно стоит ваша работа. Потому что вы можете получить кайфовый эффект, но если где-то искривлено, это все потечет в другую сторону и испортит вам настроение. Итак, смотрите. Я сегодня покажу вариант работы с феном. Есть еще вариант заливки грязный стакан. Есть вариант заливки по кругу, хаотично, с рисунком каким-то. То есть вариантов просто масса. И если вы зайдете на мой YouTube-канал или ВКонтакте, там есть варианты уже достаточно много. Некоторые с самого начала, некоторые просто с процесс. Ну, то есть есть откуда подпитаться, есть что посмотреть. Теперь, мы сделали все наши цвета, да? Вот они. Замешали. И смотрите, у меня основа будет из белого и синего. В него я не добавляю силиконовую смазку. Потому что я не хочу, чтобы было сильно много ячеек. Если вы хотите сильно много ячеек пузырей, то тогда добавляйте в основу. Этот момент тоже нужно контролировать. И сейчас мы уберем со стола, чтобы нам ничего не мешало. Чтобы вы не отвлекались. И только все нужно. Нам нужен фен. Вот, проверяем. Фен работает. Ставим рядышком. Так, теперь как мы добавляем силикон? Когда уже замешана краска, когда ваш пигмент хорошо перетек, когда у вас все смешалось однородно и хорошо, вы довольны всеми цветами, вы берете силиконовую смазку и небольшим количеством, то есть чем больше силикона, тем больше жирной пленки на вашей работе. То есть не надо перебарщивать. Достаточно по одному пшику, чтобы был тот результат, который вам нужен. И перемешиваем. То есть я это делаю прямо перед самой заливкой. Вы можете сделать вначале, а потом повторить перед заливкой это. Потому что он теряет свою структуру немного, если проходит время. И смотрите, ребят, когда вы работаете с силикономом, но это вот для опытных, если у вас есть где-то рядом, даже в этом помещении заливка из смолы свежая, и вы захотели флюидарно поработать, накройте ее чем-то, потому что силикон, он очень легкий, очень проникающий, просто вот в другом углу, через несколько метров будет заливка, и эти частицы попадут туда и оставят вам кратер. Поэтому прячьте все. Он такой маленький, мелкий, но может донести пакость немного. Хорошо, перемешали, убираем. Теперь я хочу сделать основу. Основа у меня, как я уже говорила, у меня будет белая и синяя. У меня будет чуть меньше половины белая, и низ будет синий. А чуть выше, ближе, посередине, в месте стыка этих двух цветов будет сам рисунок. Смотрите, ребят, мы все привыкли рисовать на классическом обучении. То есть лист, и мы рисуем карандашом. Вот чтобы вам понятнее было, вот эта жидкая основа – это ваш лист, на котором вы будете рисовать, а карандаш – это ваши краски. То есть если кто пробовал акварель, он понимает, по мокрому листу мы рисуем акварелью. Так и здесь. Чем ровнее и толще нанесена ваша основа, тем легче будет растекаться ваш пигмент. То есть не надо здесь вот экономить. Нанесли густенько, плотненько, и вот по этому густому цвету, по этой густой вашей подложке будет растекаться ваш рисунок. Так, выровняли. И вот сейчас можно пройтись горелкой. Что нам дает горелка? Мы убираем пузырьки. Горелка вообще – это такой механизм, с помощью которого проявляется ваш рисунок. То есть лучше взять у меня вот такая большая строительная. Но, смотрите, ребят, сильно большое пламя нам нельзя ни в коем случае, потому что акрил очень хорошо поджигается. Это может испортить вашу работу. То есть мы горелкой не держим близко. Мы не держим долго. Мы контролируем пламя. Оно у нас вот где-то вот такое, наверное, сантиметров 10-12. С помощью вот этой рулеточки я его контролирую, уменьшаю, и я прохожусь вот так вот быстренько и недолго. Лучше взять для небольших заливок, лучше взять кухонное, оно называется, ну, то есть маленькие горелочки. Кухонное, барное, то есть по-разному. Посмотрите, на озоне я заказывала себе, ну, где-то посеяла. Вот сейчас уберем. Убрали пузыри. Вот. И теперь я проливаю те цвета, которые я сохранила. Как проливать с помощью стаканчика, чтобы не было жирной струи, ну, если вы только ее не планируете. Мы сгибаем вот так стаканчик носиком и проливаем. Я прям это делаю друг у друга. Все те цвета, которые у меня есть. Вот, и здесь, ребята, вот самое веселое. Вы можете сделать продолжение какое? Я буду рисовать с помощью фена. Здесь можно сделать с помощью шпателя, с помощью руки даже, с помощью салфетки, с помощью кисточки, с помощью бумаги. Ну, я хочу феном показать вам эффект такой. Феном. 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 Я хочу феном. 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 Угу. Нист sk є. Попал. Феном. 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 О, боже мой, ребята, ну посмотрите на эту красоту. То есть тут даже вообще, ну просто слов нет. Получилось все, как я хотела. Получилось все, как мне даже и не мечталось. Вот эти вот многоярусные прожилочки. Ой, прям вот трогать не хочется. Смотрите, я включала фен на максимум. То есть у меня есть два оборота, средний и большой. Я включала на максимум, чтобы сильнее перетянуть. Если вы боитесь, если вы боитесь испортить, то выключайте на минимум. И фен должен быть под углом 45 градусов, не вот так. Так у вас просто растечется все рисунки труями и каплями в разные стороны. Если вы хотите контролировать поток, то вот, даже видно направление движения под 45 градусов. И тянем, растягиваем, насколько длинно нам нужно. Аккуратно смотрите, не соприкоснитесь носиком, потому что, видите, тут уже несколько капель от смолы. Ученики мои заигрываются. И я перетягивала, чтобы получить такой узор. Смотрите, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть у меня вот так вот, зигна там было. Ну, если вы хотите повторить этот алгоритм. И следующий шаг – это горелка. Я должна вам показать, как она работает, чтобы раскрыть. Но мне, конечно, достаточно вот этого всего изобилия. Но вы должны увидеть, как работает горелка, проявляя рисунок. Сейчас немножко увеличу вам. Вот, смотрите, я плавно направлю вот сюда. Видите? Вот, если хотите добавить более вечейскости, то можете пройти с горелкой. Я, конечно, так вот чуть-чуть хвостиком пройдусь. Больше не хочу, не хочу, чтобы проявлялась. Вот как есть, так есть. Ой, ну я вообще довольна очень. Ну, ребят, я очень довольна. Это все застынет. Я перекрою этот красотень смолой. Просверлю дырку, и это будут космические часы Стражей Галактики. Как говорят. Ребят, у меня очень много таких уроков на Ютубе. Этот, конечно, очень подробный. Там будет менее подробный, менее структурированный. Есть разные. Есть с самого начала, есть только по цвету и по технике. Но смотрите, алгоритм понятен, движение понятное. Экспериментируйте, вдохновляйтесь. Отличного вам настроения. Пробуйте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok